Прохожему, который случайно оказался на фестивале Качели, могло показаться, что он вернулся в детство. С подвижными дворовыми играми и конкурсами, различными забавами и соседскими посиделками. Чтобы побывать здесь, входной билет не нужен. Сюда спешили гости не только из центра города. Праздник собрал несколько десятков брещан. Помогал в проведении фестиваля каждый, ведь и гости, и организаторы, сами жители. Мы бы хотели, чтобы местные жители посмотрели, научились, как это все можно сделать самим. И самостоятельно бы проводили в следующих, в других дворах, либо в следующем году. И чтобы были такие точки, то есть ничего сложного нет, вынести стулья, каждый что может, поделать что-то интересное, пообщаться. И таким образом налаживать коммуникацию между собой, потому что часто люди хорошо, если в лицо знают друг друга соседей, а могут даже и не здороваться, и не знать, как кого зовут. Миссия первого для города фестиваля Качели направлена в первую очередь на единение людей, на знакомство и дружбу. Праздник замечательный, от души. Кажется, стоишь, и душа радуется. Живем в этом доме, где бывшая бульбяная, замечательно, стену такую сделали, детские рисунки свои повыставляли. Мне кажется, немножко народ, чтобы был более культурным, понимаете? Тогда будет культурно и во дворе, и на улице, и везде. Любовь к кустарникам, любовь к деревьям этот праздник. Кроме того, соседи общения познакомили, соседи друг с другом. Но почаще такие праздники, чтобы было весело, интересно еще, чтобы какие-то концерты устраивали здесь дворовые наши. Объединиться и понять простую истину – благоустройство дворовой территории в руках самих жильцов. Ведь многие социально-бытовые проблемы горожане могут решать самостоятельно. Мы все, кто любим Брест, заинтересованы в том, чтобы он действительно был самым чистым, самым красивым и самым уютным городом. И вклад в это дело должен снести каждый брещанин – и руководство города, и службы Брестского городского ЖКХ, так и сами жители. Поэтому основная цель этого фестиваля – в создании сообщества соседей, которые бы не сдружились и могли выходить и проводить совместные мероприятия, дела на благо родной дворовой территории. В процессе подготовки к фестивалю совместными усилиями, службами жилищно-коммунального хозяйства и жильцами было проведено благоустройство двора. Появились новые кусты и деревья, была отремонтирована ранее аварийная детская площадка, покрашены стены. Народная пословица – не место красит человека, а человек – место, как нельзя кстати. Часто люди во дворах упывают на жест, на ЖКХ, на все что угодно, какие-то службы, чтобы они им решили – покрасили забор, посадили деревья, сделали детскую площадку. А тут все-таки мы бы хотели, чтобы местные жители сами решали свои вопросы, и они активно участвовали в подготовке к фестивалю, помогали благоустраивать двор. Какие вот большое спасибо местным властям, которые активно откликнулись на эту новую идею. И в данном случае вот фестиваль, который сейчас происходит, качели, он является поводом, чтобы местные жители вышли, познакомились между собой, обсудили какие-то проблемы, которые их волнуют, договорились о том, что они могут сделать дальше. Праздник удался на славу. Современным детям показали, что такое забытые дворовые игры, а представителям старшего поколения напомнили – не все вопросы благоустройства решаются при помощи жилищно-коммунальных служб. В благоустройстве своей дворовой территории важен личный вклад каждого.